Медиками-добровольцами Медиками-добровольцами Но наоборот, в некоторых странах, регионах, в городах, у наших ближайших соседей мы видим, что возникают осложнения, всплески, вспышки этой болезни. Через наши руки прошли тысячи пациентов. У нас есть определенная точка зрения на заболевание, есть определенные методики, есть определенные подходы к этой проблеме. Но и мы надеемся поделиться ими с нашими коллегами. Потому что сегодня это как никогда очень и очень важно. Также специалист рассказал об особенностях новой коронавирусной инфекции. Высокая контагиозность, второе, очень высокая, огромная тропность или терапизм вируса к ткани легким, очень необычное сочетание осложнений, ну, та же самая коаглопатия, то есть нарушение свертываемости крови. Ну и, как, наверное, нужно обязательно подчеркнуть, мы с вами столкнулись с той ситуацией, когда у нас против этой вирусной инфекции не было никаких настоящих противовирусных лекарств и никаких эффективных вакцин. Все это, как говорится, создается только в процессе борьбы с этой болезнью. Заведующий отделением травматологии и поликлиники номер 8 города Москвы Таврис Аббасов сообщил, что решение отправиться в Азербайджан было коллективным и добровольным. Мы узнали о не очень хорошем состоянии в республике Азербайджан, нашей родины, что количество больных увеличивается с каждым днем, и мы приняли решение коллективное с нашими врачами, что мы должны отдать долг родине. Мы все понимаем, куда мы идем, мы с этим работали, работаем. Поэтому будем стараться, чтобы наш народ выздоровел. Врач отделения реанимации и интенсивной терапии поликлиники номер 8 города Москвы Зураб Чилидзе рассказал, что решил вместе с коллегами поехать в Азербайджан. Друзья, близкие мои азербайджанцы, и когда я услышал, что они собираются поехать на помощь, на свою родину, я тоже решил, чем смогу, чем смочь, помочь, как говорится. Только, как говорится, из этих побуждений, что... Ну и хочется внести свой вклад в борьбу с этой коронавирусной инфекцией. В особенностях работы в период пандемии рассказал врач отделения хирургии и интенсивной терапии городской клинической больницы номер 53 Алим Гусейнов. Когда был пик пандемии в Москве, я устроился и около трех месяцев успел поработать в ковидном центре. Сложности были в основном в средствах защиты индивидуальной, в протячемных костюмах, бахилах, двойных перчатках. То есть сложно было ходить, разговаривать, дышать, передвигаться. Все это было сложно. И график, конечно, 12-часовое дежурство, особенно ночные смены, иногда давались тяжело. Но, учитывая то, что я работаю в хирургии, в хирургии и так работа тоже сложная, то я быстро адаптировался. Пульмонолог Наталья Царева подчеркнула, что врачи Сеченовского университета не могли остаться в стороне от ситуации, которая сложилась в Азербайджане. Едем в Азербайджан для того, чтобы поделиться тем опытом, который у нас есть, и постараться, насколько мы сможем помочь нашим дорогим коллегам и друзьям из Азербайджана справиться с этой серьезной проблемой, как ковид-19. Также специалист рассказал об основных симптомах, которые наблюдаются у заболевших коронавирусом нового типа. В первую очередь это высокая лихорадка, высокая температура и очень грозный симптом, симптом, который позволяет задуматься о том, что это тяжелое течение болезни, это развитие одышки, безусловно. Анестезиолог-реаниматолог, невролог Илгар Алиев рассказал, что в России уже накоплен большой опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которым необходимо поделиться с коллегами. Это наша работа. Я думаю, что сейчас вообще ситуация такая, которая близкая к военной, боевой. То, что касается врачей, особенно анестезиологов-реаниматологов, они работают все в экстремальном режиме. И это, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, проверяет наш профессионализм. Продолжение следует...